Дорогие дамы и господа, итак мы приступаем к нашему сеансу массажа и в данный момент мы будем заниматься массажем ног. Промассированные участки тела накрываем полотенцем теплым или простынью, соответственно обнажая только ту часть, которую в данном случае нам сейчас нужна для обработки. Ну мы ногу используем соответственно от крестца до пятки, ну до пальчиков ног, некоторые говорят, такая шутка там, крестцово-пяточная зона такая получается, да, или некоторые спрашивают, а попа она к чему относится, это как часть спины или как продолжение ноги, какой-то профессиональный вопрос массажиста. Я вам скажу, отвечу так сразу на ваш вопрос, что этот участок и там, и там участвует, то есть когда мы работаем со спиной, мы работаем с ягодицами, да, с ногами работаем, так же включаем ягодицу. И если мы до этого не обрабатывали ягодицы, ну человек пришел только на массаж стоп, ой, ног, да, ну а действительно, например, программа, да, то мы обязательно начинаем с ягодицы. Растираем и размазываем массу, ну как обычно, да, так, чтобы оно было, чтобы его было достаточно, не избыточно, да, я вас предупреждал, лучше никуда не капать, не на пол, не на одежду, не свою, не чужую, не на простыни, а только на тело человека. Причем не так обильно, чтобы рука скользила, да, а вот имела некоторое сопротивление. И не так мало, чтобы это сопротивление не причиняло боль своему человеку, особенно если есть у него, если есть у него былосяной покров. Так, смазав, видите, я стараюсь еще вот с той стороны немножко подвести, поскольку не всегда при массаже ног мы переворачиваем человека в обратную сторону, да, то есть иногда мы спереди ноги не обрабатываем, особенно вот некоторые считают, что голен, голеностопный вот этот вот сейчас так не надо обрабатывать спереди, потому что, ну, во-первых, мы будем поворачивать, да, вот тут проходиться, а во-вторых, здесь практически мышц нету, вот тут кости. И небольшой нюанс я вам еще скажу, что, чтобы просто для экономии времени не бегать лично за маслом, да, мы его немножко больше оставляем на стопе. Для чего? Для того, когда мы поднимаем вот эту ногу и вот эту часть голеностопная, да, здесь будет сухо, тут не будет хватать масла, либо оно впитается, либо просто вы забыли его смазать, да, поэтому отсюда мы его возьмем. Возьмем и разотрем по вот этой вот части. Какой небольшой секретик. Либо, если вы делали массаж локтями, а мы, в принципе, с этим локтями делаем, да, тоже смотришь свои локти, опять же, видите, как я делаю, я не на пациента ни в коем случае наливаю масло, а на себя. Причем так аккуратно и такие объемы масла, чтобы оно не капало. Ни в коем случае, локти в этом профессиональные. Вот, и тогда мы также можем, вот на эту часть голеностопная, да, масло снять со своего локтя, да, смазать, дополнительно смазать локоть. Потому что некоторые, я не знаю, вот есть такие массажисты, они пояс специально, эти флакончики с маслом, например, здесь вот, они постоянно его капают, капают, нажимают, льют, льют, льют. Ну, в данном случае, я за эргономичность времени, да, смотрите, мы растираем целиком всю ногу, да, по-быстрому. Давай, тепло, чтобы привык уже человек к нашим воздействиям рук. Кстати, там, если не видно, да, может быть, стоит немножко поднять. Так, видно, да, ногу? Так, видно, да. Если годится. Или вот так, посмотрите, или может быть. Вот так виднее будет или нет? Нет, так, по-моему, даже как-то. Получается, все равно, да, это валик, он больше. Так, чуть освободим. Вот тут видно, да? Да. Вот. И помните, я говорил про участки, да? Ближе к сердцу мы делим на вот эти участки. Вот эта ягодичная зона, да, бедренная часть, икроножная часть, и стопа. Четыре участка, получается, да, которые мы все прорабатываем снизу вверх. Но очередность у них, наоборот, сверху вниз идет. То есть, сначала ягодицу. Если вы до этого делали спину, то, в принципе, ягодицу уже промяли. Да, если не делали, то можете дополнительно здесь сделать усилия. Иногда прямо, я даже, ну, люди просят в массажу ног включить часть поясницы, да? То есть, я тогда беру вот и поясничку тоже обрабатываю. Кстати, всегда просите своих клиентов, чтобы они приходили в стрингах. Либо имейте в арсенале своего кабинета, в арсенале массажиста, профессионально иметь такие съемные трусики. И для мужчин, и для женщин. Так. Ну, в данном случае, очень хорошо, что, видите, стринги, их можно за подвздошную гребень косточке отвести. Вот именно сюда, потому что мы до сюда будем доводить руки. Я вам сейчас покажу, работа с лимфой, да? Вот туда мы его уводим. Под паховую зону. Вот туда видно, да? То есть, вот все наши движения, они будут заканчиваться вот там. Поэтому это очень правильно, чтобы приходили в стрингах. Как мы работаем? В общем-то, все те же самые приемы, что и со спиной, да? То есть, разогрев ребром ладони. Разогрев одной ладонью и ребром ладони, да? Разогрев одним ребром и всем локтем, предплечьем. Вот, видите, да? Также вращательное движение. Вот я захватываю большую вот эту мышцу, да? И целиком я его приподнимаю. И вот так вот сюда, да? Далее, можно разогрев, ну, уже глубже прорабатывая, локтем от бедра. От бедра прямо вот туда, как мы. Внутри, видите? Мы в ту сторону, в сторону сердца гоним и кровь. И лимфу. И, в принципе, это бывает достаточно приятно. Негодиточка согревается. Как не больно, так приятно. Ну, чуть-чуть больновато. Вот здесь больновато, да? Вот, можете немножко снизить, значит, вот этот накал страстей своих. Вот, ну, пальчиками проминаете. Это все как бы стандартно, я поэтому подробно тут не буду. Это все вот приемы, которые вы знаете, да? Любые массажные приемы здесь работают. И также вот эти, хаотичные, вот эти, сжатые кулачками. И также лапа леопарда, да? Вот так, проходясь от крестца. Ну, все, если кто-то что-то не знает, смотрите предыдущие видеоролики наши, где Олег Калабудовик для вас рассказывает вот эту работу с ягодичными мышцами. Там более подробно мы этому уделяем внимание. То есть здесь у нас все движения, ну, много движений будет с лапа леопарда. Те же вот самые шестеренки, да, которые я показываю. Вот я их здесь сбоку как раз сейчас проделываю. Так же их можно проделывать и вот по вот этим мышцам. Переходим теперь к бедными части, да? Еще раз, и мы отлично растираем, причем, вы видите, я стараюсь снизу захватить, вот как можно больше, да, мышечный вот этот вот массив. Даже слышно, как простая рука трется, да? Вот, то есть пытаясь прямо как можно больше захватить и сверху, и снизу. Очень важно стойко. Опять поза, видите, моя ровно напротив обработанного участка. Обрабатываем го-участка перпендикулярно к вот этой области воздействия, да? Чтобы мои руки находились чуть ниже пупка. Вот, кроме того, это очень удачная поза, потому что вы можете переминаться с ноги на ноги. Вот то, что я вам показывал в прошлом видео, да, сейчас нам это как раз будет очень необходимо. Значит, берем, условно делим бедро на две части, да? Внутреннее, получается, и наружное. И прорабатываем отдельно. Внутреннюю часть разминаем. Ну, любыми вашими движениями, да? Вот такими вытяжением, растягиванием мышц, да? И так же прорабатываем внешнюю часть бедра. Вот, да, и горится, где она позволяет вот дойти ткани, да? Опять же, вот вытяжение. Пока, видите, я глубоко не залажу, только как бы повешиваться на такое разминание идет. Теперь целиком все бедро. Следующий этап, да? Вот захватываю как можно больше массивные куски. Ну, никак сказать, не куски. Массивные элементы плоти, да, как можно больше. Тем более, обратите внимание на мою позу, да? Я, если заметили, чтобы облегчить свое движение, чтобы не руки перенапрягали, да? Я работаю плечами, видите? Присел на ногах, спина, потому что должна быть ровная. Опять же, предупреждаю, посмотрите сбоку обязательно. Я не вот так вот работаю, да? А я присел, оставляя свою поясничку прямой и вертикальной. Это очень важно. Присел, плечи развернул, да? Присел, плечи развернул. Видите, как и плечами? То есть, тут движение идет от ноги в плечо и заканчивается в ладонях. Видно, да? Надеюсь, возьмете себе на заметку. Так, и далее, сразу не прерывая это движение, мы переходим к некоторым элементам, являющимися, ну, опять же, и такой вытяжкой, да, люфодренажной, и разминанием мышц, и, с другой стороны, фитнесом для нас, для массажистов, потому что мы в данном упражнении будем стимулировать и подкачивать свои бицепсы и свои трицепсы. Как мы это делаем? Смотрите внимательно. Просели опять, да? Над ногой вот так пониже, чтобы на уровне пупка. И захват делаем кулачками, одной с наружной стороны, другой с тыльной. Вот такой захват. Руки наоборот. И вот так. Видите? Один кулак. Вот так, вот так, потом вот так, запомните. Потому что все наши движения сейчас будут идти снизу вверх. Только снизу вверх, с учетом лимфы. Поэтому мы так и делаем, да? Так и двигаемся. Но за счет того, что мы меняем руки, у нас получается на этой руке работает сейчас бицепс, да? Вот он подкачивается. А на этой руке трицепс. Видите? Бицепс работает на сокращение, да? А трицепс работает на выпрямление руки. Поэтому наше движение должно быть вот тут. Выпрямляем максимум, да? А бицепс сгибаем руку. Видите? И меняем кулачки. Еще раз трицепс. Раз. На бицепс. Эту руку на трицепс. Эту руку на бицепс. Ну, если, не знаю, может быть, видно будет там на камеру. То есть. Конкретно было видно. Фитнес. Для массажистов, когда не нужно никому платить, вы сразу работаете с плотью тела человека. И в чем секрет? За счет сопротивления его плоти, да? У некоторых ноги бывают очень жесткие, плотные. Вы можете как раз подкачивать свои мышцы. Как на тренажере, как на эспандере получается такой эффект. Вот смотрите, да? Я вот беру на бицепс. И он напрягается. Вот видно, да? Когда меняю руки наоборот, я выпрямляю. У другой руки трицепс работает. Вот. Есть нюанс. Как говорится, в любом деле, есть нюанс. Чтобы правильно выполнить это упражнение, вы не должны поднимать ногу, да? Ну, это будет некомфортно, если нога будет прыгать у человека, да? И не должны сами, как бы, нагибаться вот так, да? Ну, если вы заметили, я все-таки нагибаюсь вперед. Почему я нагибаюсь? Не потому, что я... Ну, мой корпус хочет нагнуться, да? А за счет того, что бицепсом я оставляю кулак практически на одной горизонтали, но я подтягиваю тело к нему. Понимаете? Ну, это как вот вопрос о том, что движется берег вдоль реки или река вдоль берега, да? По сути, для некоторой локальной математической задачки неважно, что вокруг чего движется, да? Поэтому для нас мы можем штангу поднимать к себе, а можем сами опускать тело к штанге. Понимаете? Вот так же и здесь. Я за счет, смотрите, бицепса опускаю руку сюда, а второй рукой я провожу до подвздошной косточки. То есть, по факту, вот, если так-то отдельно показать, что я делаю, да? Это было вытяжение вот такое, лимфодренажное, да? С обеих сторон. Вот такое вот движение, когда мы лимфу плавно и медленно гоним вверх к лимфовыводящим каналам. Но, по факту, я просто заменил руки на кулачки. Еще раз покажу. Раз, два, да? Раз, два. У человека работает лимфа, работают ноги, а у нас у массажистов работают трицепс, бицепс, трицепс, бицепс. Ну, вот такой вот секретик. Так, и переходим дальше к обрабатыванию нашего бедра. Мы помним, что мы разделили его условно на две части, да? И в продолжении прокачки лимфы, не меняя позы. Вот помните, я такое движение показывал, да? Мы его использовали на плечах, на боковине можно использовать, да? Да, можно и тут, в принципе, использовать для трения, для разогрева человека, пациента, да? Особенно вот на ягодичке хорошо. Но, сейчас мы используем его для другой цели. Устанавливаем чуть выше сгиба коленки, да? Ну, буквально сантиметра, ну, три, там, четыре, да? Вот так вот захват. Не всей ладонью, да, я захватываю, а именно вот этой частью. Вот эта, да? И в противофазе, относительно друг друга, видите, корпусом, корпусом я уже надавил, да, на ногу, веду эти руки медленно вверх. Вот это у нас также проработка лимфосистемы, поэтому я и двигаюсь медленно. То есть я не трения совершаю, а я... Ну, представьте, кровь течет достаточно быстро в теле человека, да? При каждом ударе сердца, а сердце раз в 60 минут убьет, да? Кровь артериальная должна достигнуть практически до каждого кончика там пальца, да? А лимфа течет очень медленно. Практически преодолевая сопротивление гравитации снизу вверх, ну, один, два, максимум где-то три сантиметра в минуту. Представляете, вот такие участки проходят. Поэтому мы, еще раз показываю, надавливаем, сжимаем как можно больше плодить ноги, да? И лимфа вот так вот медленно, медленно, стараясь захватить как можно больше ее участков, вот этих вот лимфоканалов, протоков вверх. И заканчиваем движение вот там, в плохой области. Вот из-за места я обманываю, прям раз, раз. Да откуда бы ни шел, да? Все равно сюда заканчиваю, и вот отсюда, все равно руку заканчиваю здесь, да, движение. Развернулись сразу вот сюда. И теперь пальчиками разделяю опять ногу на две части. Как будто бы я хочу отделить, да, внутреннюю часть от наружной части. Вот так. Развожу, развожу мышцы, да, до, вплоть до вот этой точки. Седалищная косточка там находится вот. Вот на доске мельсовом, вот это вот, да? Видно, да? Где-то за тазом, как раз, заканчивается, прям вот. Ну, то место, как раз, в котором мы и сидим. Ну, человек такой странный, он сидит именно на вот этой косточке. Вот, и рядом с ней проходит как раз ударич нерв. Поэтому часто был зажат. И мы это место, вот дополнительного клюра, да, и проработали его. Вот так вот, размассировали. Можно, ну тут по-разному. Хотите, видите, вот так вот, да, поступательно. В точечных массажах они это делают, вот так вот, надавливая точечными из таких разновидностей, да, массажа. Можно вот разминать, да? Помягче, пожестче. Смотрите, сами это как вот, действительно, ну, от пациента, да, кому-то надо жестче действительно делать. Далее у нас руки уже установлены здесь, да? Лапа тигра шестеренкой. Мы проходимся по нищей части бедра. И видите, где заканчиваем? Там, в подвздошной области, по внутренней части бедра. И опять, в подвздошной области. Обойми руками. Опять там заканчиваем, в паховой области, да? Вот тут бывает иногда болезненно с этой стороны человеку. Сейчас мы, вот так, можно даже легонечко нажать, и уже человек, на который бывает стонут. Сейчас не больно, терпимо? Нормально. Молодец, да? Это означает, что в принципе, лимфоканалы, лимфопротоки у человека чистые, не засоренные. Поэтому вся проходимость безболезненная идет. Даже мы сейчас будем пожестче делать, и ей тоже будут не особо-то и больные. Вот. Если болезнь есть, то значит, есть засорение, да? Значит, эти клапаны в лимфоксосудах, они не проходят. Показываю дальше. Обоими руками. При этом, смотрите, если я движение начинаю отсюда, то моя точка, центр тяжести, да? Находится рядом с коленом. А вторая нога стоит достаточно далеко впереди. Примерно напротив того места, где я заканчиваю, да? То есть я во время движения переношу вес тела на переднюю ногу. Прямая, видите, вообще, полностью выпрямилась. Ой, задняя нога полностью выпрямилась, да? И центр тяжести у меня остался здесь. Вот в чем вопрос. Это очень важно. Это эргономика массажиста. Это ваша безопасность. Ваша техника безопасности, где я оставляю, да, корпус своего тела. И видите, поясница у меня прямая. Ни в коем случае не гнитесь. Даже проходя, как бы, такие достаточно длинные участки. Да, ну сколько тут, сантиметров 60-70 есть. Вот так. Теперь это движение усложняем тем, что мы берем захват кулачками. Вот этими косточками, по сути, да? Как можно больше ткани снизу захватываем к себе. Вот так вот, да? К себе. К себе. Но, опять же, фокус в том, что этот прием можно использовать как фитнес для массажистов. Еще один. Смотрите, опять тут работают у нас два бицепса. Мы как бы к себе это тянем. Работают бицепсы, да? Особенно, когда бицепс работает, когда мы развернули кулачки не вот так вот, не вот так, да? А к себе. То есть ладони на себя. Ну, сами можете даже почувствовать, как вот он, видите, напрягается. Вот, бицепс уже напряженный. И для дополнительного движения, вот такое сейчас будем делать. Стойка прежняя, да? Нога вперед одна. Просеили на заднюю ногу. И не поднимая ноги пациента, ну, мы как бы стараемся ее оторвать, да? От стола. Но не до конца поднимая. Подцегиваем свое тело вперед за счет бицепса. Свое тело вперед за счет бицепса. И вот такие. Ну, сколько у вас хватит, да? Раз, два, три, четыре участка, например. Раз, два. Раз, два, три, четыре. И вот, вводим туда. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Таким образом, конечно, это штангу не заменит, да? Уважаемые дамы и господа и зрители нашего канала. Но, по крайней мере, когда у вас проходит пациентов 5, 7, 10 в день, это достаточно физическая нагрузка. Вы будете натренированы так, что, ну, форснеггером не станете. Ну, по крайней мере, своим собственным физическим телом будете любоваться. Дальше еще, давайте я следующее упражнение покажу, именно для бицепсов, да? Когда мы, это относится к суставной гимнастике, немножко к мануальной коррекции позвоночника, восстанавливаем руку в том месте, где заканчивается позвоночник и соединяется с крестцом, да? Ну, вот как раз вот здесь, да? Вот этими косточками мы маневрируем. С этой стороны давим, либо с этой стороны, либо разворачиваем с этой стороны, либо вот с этой стороны, да? Вот на эти косточки. Давим, сейчас вот покажу еще раз. Вот эти. Видите, крестец закончился, да? И гребень под воздушной кости вот тут выступает. Вот на эти выступающие уголки мы давим в данном случае. Установили руку. Вторую руку подложили под коленку, только не на самую коленку. Видите? А над ней, чтобы коленке не было больно. Взяли эту ногу на бицепс, вот она лежит на бицепсе, да? Покачали ее, потрясли во все стороны. И потом такой элемент сворачивания. Если вот в эту сторону, то мы... Ну, сейчас нога подойдет сюда, а здесь в противоположную сторону давим на косточки гребленной подозрочной кости. Вот так вот. Если в ту сторону, то наоборот. Вот сюда. Вот так. Или вверх. Мы давим вверх, тогда посередине. Вот так. И даже можно немножко поясничку продавить. Вот. Иногда бывают щелчки. Более? Нет? Более. А, более, да? Вот иногда там можно какие-то позвонки поставить на место. Или, если вы хотите вот реально бицепс свой проработать, да? Берете тогда сразу две ноги. Находите две косточки, да? И раз. Вот, можно до середины спины так вот продавить человека. Положили. О! Прямо жарит в этих мышцах. Ну, вы попробуйте и почувствуйте, что действительно они работают. Действительно они прогрелись как надо. Так. Вот. Фактически этим движением мы сейчас закончили работать с достаточно большой зоной. Мясистой такой, да? Ягодично-бедерная часть. И переходим к короноженным мышцам. Таким движением. Раз. Спозли сюда, да? Чтобы опять руки оказались напротив пояса. Когда я дохожу сюда, они тоже напротив пояса моего, да? Вот мое движение. Перешли и начинаем обрабатывать следующую зону икроножной мышцы. Об этом вы как раз увидите в следующем видеоролике. Пока повторите ту процедуру, которую я проделал с бедренной частью нашего подопечного. Продолжение следует. Продолжение следует...